Я приветствую вас, с вами Альберт Сафин. Это рубрика «Стратегии мудрости», в которой я с большим удовольствием делюсь с вами своими любимыми притчами и размышлениями вокруг них. Это пятнадцатая серия нашего телеблокбастера. Ну что, начнём? Начнём. Итак, жив один вспыльчивый человек, который совсем не мог управлять своей речью и словами и ругался налево и направо, но хотел справиться со своим этим недугом. Обратился к учителю и говорит, что мне сделать? Учитель ему говорит, заведи дощечку деревянную и каждый раз, когда ты будешь на кого-то срываться, ругаться, забивай туда гвоздь. Хорошо, сказал наш друг. Ну и к чему это привелось? С каждым днём действительно в завершении дня он стал наблюдать, что количество гвоздей, которые он забивал в завершении дня, опираясь на то количество руганий, которое он обронил, становилось меньше и меньше. И наступил такой день, когда, наконец, он просто перестал забивать гвозди в доску, потому что он перестал ругаться, стал контролировать себя, стал спокойным, уверенным в себе, рассудительным товарищем благодаря такой практике. Посол он к своему учителю и говорит, все, дружище, я перестал срываться, я чувствую себя спокойно, уверенно, я благодарю тебя за этот опыт и вот моя доска. Учитель ему говорит сейчас, подожди секунду, давай вот что посмотрим. Берет гвоздодер, вытягивает гвозди из доски и показывает ему доску. Видишь, да, действительно, ты обучился спокойствию и контролю своих эмоций, но тем не менее, посмотри на эту доску. Мы вытащили оттуда гвозди, но дыры в доске остались. Вот такая вот притча. Мы зачастую словом нашим можем ранить пущи стрелы. Слово проходит сквозь бреши в любых доспехах и для человека. Слово может настолько осесть глубоко, что он будет вспоминать его вновь и вновь, чтобы было им услышано о нем. И это не только о негативных каких-то вещах, но и о позитивных вещах. То есть подумайте на самом деле, какой силой обладает каждое ваше слово. Насколько важно соблюдать свою внимательность к тому, что вы говорите и кому. Особенно если речь идет о ругании, например, обидах и прочее. Зачастую человек может потом годами слышать у себя в воображении то, что вы ему сказали. Это может его в дальнейшем как-то немного удручать и обижать, вспоминать и грустить. И наоборот, как часто мы поддерживаем людей вокруг нас, делимся своими чувствами, эмоциями, делимся комплиментами и прочим. Вот такая притча, что даже когда наш друг научился вводить с собой, тем не менее дырки в доске остались. И какого требует высшего пилотажа? Умение обучаться не совершая дырок в доске. Сразу, как мы любим говорить, вступая в заранее выигранный бой. Ну или как опираясь на многие притчи, сказанные выше, джентльмен не оказывается в подворотне. Или меч, которым защищают свою жизнь и листья его оплывают. Помните, выше мы эти темы затрагивали. Ну что, я благодарю вас за ваше внимание. С вами был Альберт. До скорых встреч. Пока.